Всем привет, народ! С вами Алексей, и сегодня у нас пойдёт речь немножечко о нестандартной игре. Ну, почему нестандартной? Потому что в основном у меня игры на канале, посвящённые PlayStation 4, именно игры с PlayStation 4, а сегодня мы играем на Android-устройстве, как вы видите. Эта игра требует уже, как мы можем заметить, подключения к интернету, которое у меня что-то прервалось, и причём очень хорошего интернет-подключения. Так, немножечко звучку сделаем. Хорошего интернет-подключения, в чём немножечко её минус, потому что в дороге где-то поиграть, и это будет проблематично, потому что интернет мобильный у нас только, наверное, в Москве и в Питере, наверное, нормально. Ну, я думаю, у всех, у многих людей сейчас есть Wi-Fi в любой деревне практически, точка Wi-Fi, через которую можно подрубиться, скачать эту игрульку и поиграть. В общем, что представляет из себя игра? Она совершенно бесплатная, UFC. Есть такая же на PlayStation 4, она, правда, графика там немножечко получше. Стоит она дофига денег, а здесь она совершенно бесплатна. Не так, в общем. Чё нас потребуют деньги? Требуют деньги здесь за золотые монеты, но можно и без них. В принципе, нам хватает для того, чтобы прокачиваться, зарабатывать в боях денег, и можно, как бы, нам зарабатывать чуваки каждый день. Вот я пытался просто уже перед этим записать, но пошло всё не так. Вот здесь вот каждый день, как бы, они приносят доход. Чувачки, вот если сюда нажимать, здесь мы видим, сколько какой доход принесло это дело всё, сколько нам бойцы приносят денег. Бойцов каждый, как бы, открывать надо с прохождением, у каждого свой вес, у каждого свои характеристики, каждый дерётся, как бы, с разными бойцами. Ну, естественно, вы поняли, потому что весовая категория разная. Ну, а вот что-то у меня тормознуло. Надо, наверное, пойти куда-нибудь поближе, где нормальный интернет. В общем, что представляет из себя игра? Представляет из себя игра. Вот такую вот лесенку, карьерную. Естественно, на начальном уровне будут немного лёгкими, а потом нужно прокачивать бойца. Вот, прокачивается с помощью такой фигни, получая в боях деньги, вот, покупая вот такие вот коробочки. Вот видите, у нас появляется опыт, при помощи которого мы можем тренировать бойца. Вот. И также у нас перед каждым матчем, вот давайте мы сейчас выберем, выберем бойца такого, как Александр Густавсон. Вот он у нас, сейчас мы за него играем. Выбираем Александра Густавсона. Как вы видите, показатели отличаются. У Александра намного меньше. Вот 3000 здоровья, а у Александра 2400. Но мы можем немножечко воспользоваться вот этими улучшениями. Вот эта вот молния такая нарисована. Чпок. Один раз нажимаем, она даётся на один бой. И, в принципе, тоже можно это покупать. Либо за серебряные монеты, заработанные в боях, либо за золотые, которые можно купить за реальные деньги. А вот здесь у нас навыки, которые мы можем улучшить при помощи тех навыков, что мы открыли в коробочке. Эти навыки якобы мы тренируем бойца и увеличиваем его здоровье и другие показатели. Больше он, видите, вот здесь вот с каждым уровнем появляется новый какой-то приём. Сейчас я покажу, как это всё работает. Ладно, не будем сейчас прокачивать. Пусть он у нас схватит людей. А может быть, мы даже каким-то образом чудесным, может быть, и даже победим этого негодяя. В принципе, всё равно дается, конечно, нет негодяев и хороших. Вот, в общем, управление происходит. Если мы... Нажатие короткие... Так, надо отбиться. Короткие нажатии выше бойца бьёт по лицу, ниже бойца бьёт по пузу. Так, назад. Назад у нас отходит. Двумя пальцами мы задерживаем, держим блок. А вот здесь вот пиктограммки появляются. Мы на них тогда нажимаем. И это использование вот этих приёмов. После нескольких удачных, как бы, ударов по противнику, эти пиктограммки, вот, заполняется такая шкала, и они появляются, и какой-либо удар появляется у нас суперский такой удар. А так, в принципе, все удара однообразные. Так. Также появляется партер. Вот, но вот я пока по очереди этих пиктограммок не вижу, чтобы вырезал партер. Возможно, сейчас мы увидим это. Так, в общем, игра, управление происходит всё, вводя пальцем вперёд-назад. Там, назад, если мы хотим отбиться от какого-нибудь удара, вот, не получается. Держим двумя пальцами на экране, чтобы поставить блок. Так вот, накопилось много ударов, но я что-то не попадаю ни одним из суперударов. Так, и получается, что немножечко проигрывали. Так. Так. И нас пытались взять захват. Вот, таким образом происходит игра. Матчи довольно-таки быстро проходят. Сколько-то минут, 5 минут вроде было. Нет, нету раундов. То есть, кто, у кого больше шкала... У кого меньше шкала здоровья, тот, так сказать, и проиграл. По такому принципу. Ну, конечно, можно и нокаутом победить своего противника, как, в принципе, у меня получилось практически на последних секундах. Что я даже не ожидал. Хоть и противник превосходил меня по мощности и всему такому. Ну, пока, одну звезду. Одну звезду можно смотреть, в общем... Если завалить противника со здоровьем 80%, то дается 3 звезды. Так, давайте попробуем выбрать другого бойца. Чуть поздавнее. В легкой кисовой категории. Вот мы давайте используем все вот эти улучшения. На один матч осталось 5 штучек. В правом верхнем углублении. Они расположены. Так, продолжить. Давайте немножечко его прокачаем. Как видите, у этого бойца уровень намного меньше. Ну, короче, что? О самой игре-то интересная она или нет? Игра интересная, захватывающая. Как вы видели, до того. То есть, у густовственного этого... До какого уровня я дошел? Следовательно, игра, в принципе, захватывает. Но требует подключения к интернету. Что я уже, в принципе, говорил. Нигде, где-то удаленно поиграть не получится. Ни в кафешке, ни в порно. Ну, хотя, в принципе, если пришли в какое-нибудь заведение с друзьями... Ну, хотя у вас, наверное, есть такие друзья, замечали, что когда приходишь в какой-нибудь кафешке, ты начинаешь откликаться в телефоне. Или, хуже того, игра. Какая как бы происходит, да? У многих у нас такие друзья есть. Так, ну вот, в общем, легкий вес. И вот они здесь берутся довольно-таки веселее. Так, можно быстро, быстро пропускать удары. Также намного лучше противники отбиваются от ударов. Все это горе динамично. И вот у нас вот этот глюк, конечно, есть такой. То есть, бывает, забьешь уже бойца, а уже победил. Все шкалы превращаются. И, в общем, глюки есть в игре. Можно не завершить матч, даже если вы победили. У вас потом все равно ваш противник на духах. Но это, видимо, из-за того, чтобы отключается интернет. Я слишком далеко сел от точки доступа, и у меня что-то выпадает интернет. Ну, в общем, заработанных денег можем тратить на улучшение, на прокачку бойцов. Давайте откроем ящичек. Как видите, опять интернет мне... Интернет говорит, что соединение плохое. И поэтому ничего не уходит у нас дальше сделать. Так, ну, давайте еще раз попытаю. Счастье. Видимо, интернет появился. Оп, все пошло. Игра требует, короче, постоянного подключения к интернету. Без интернета никак. А так бы вообще просто незаменимая игрулька. Вот, допустим, как в Real Racing 3 была бы вот такая вот тема. То есть в Real Racing 3 ты там как не играешь, потом, когда подключаешься к интернету, тогда вроде как обновляются твои все данные, твои сохраненки. Вот в этой игре такого не сделано. Нужно постоянно быть подключенным, короче, к интернету. И это не очень хорошо. Здесь также есть бои с друзьями. Вот если мы, допустим, выберем сейчас друга какого-нибудь. Ну вот, друзья, только по фейсбуку. У меня вот есть какой-то Илья Пронин. Больше никто там не играет, короче. Так, как его выбрать-то? Что-то не получается у меня, короче, с ним... С ним как-то побиться. Не помню, как-то я уже выбрал эту тему. Так, может он в другой весовой категории? А, да, вот. В другой, вот. Если весовая категория совпадает бойцов, то можно, в принципе, побиться. Ну, как вы видите, у него такой же боец, как у меня. В принципе, не будем ничего прокачивать. Как видимо, чуваку не очень понравилась игра, так что он его даже не особо-то прокачал. Своего бойца боится. Двойник. Однокомилец. И вот, в принципе, сейчас можете посмотреть, какое превосходство. Здоровье у него, конечно, вообще никакое. То есть, один правильный удар. Вот такой вот. И вырубает противника сразу на повал. В общем, вот так вот. А если у вас много друзей в фейсбуке, ну, естественно, он сейчас не онлайн, просто компьютер дерется по тем прокачкам, которые ваш там друг из фейсбука сделал своему бойцу. Ну, вообще, как в Real Racing 3, если играли... Ой, что-то я что-то не туда тыкнул. Так, да ёшкин-то кошкин. В общем, вот такая вот игра. На сегодня у меня как бы всё. Играйте. Если у вас нету PlayStation, нету нормального компа, на Android вполне много нормальных игр. Ну, не знаю, как вот это. А мне понравилось. Я, как вы видите, завис довольно-таки долго, до 38 уровня. Попробуйте дойти. Уверяю вас, это не так уж легко проходил без всяких донатов. То есть, я не считаю, что нужно... Ну, вообще, как бы бессмысленно платить деньги за игру. Это тупо. Хотя, некоторые игры покупал на PlayStation. Ну, ну, ладно. Короче, на сегодня у меня всё. Буду счастлив, как Винни-Пух, идущий к ролику за мёдом. Если поставите лайк и подпишитесь на канал. Всем удачи, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!